В 2020 году, в течение нескольких месяцев, жители Кентукки бастовали из-за убийства Брианны Тейлор, требуя, чтобы полицейские, убившие ее, получили наказание. В сентябре суд присяжных обвинил одного из полицейских за стрельбу по соседним апартаментам, но за убийство Тейлор никого не обвинили. Что же произошло в последние минуты жизни Брианны Тейлора? Подробные детали этой истории скрываются. Потому что ни один из семи офицеров, кто штурмовали ее квартиру, не одели регистраторы, тем самым нарушая политику полиции. Но после недавнего обнародования тысячи документов, а также изображений после уже третьего расследования, журнал Times провел свежую экспертизу данного дела. Мы использовали фотографии с места преступления, чтобы сделать точную модель апартаментов. Мы сделали судебную карту и осадили все пули, как выстрел, сделанный бойфрендом Тейлор, так и 32 ответных выстрела полиции, прошедшие через окна, потолок и стены. Используя показания офицеров, которые им дали расследователям, мы смогли проследить их движение во время рейда. А также проанализировали несколько часов звонков в 911. Слава присяжных заседателей и видеозаписи команды SWAT, которые прибыли на место уже после стрельбы. Присяжные заседатели усмотрели в действиях генеральному прокурору Кентукки Дэниэля Кэмерона попытки укрыть офицеров от обвинений в убийстве. Сержант Маттингли, может быть, и был оправдан в использовании смертельной силы, потому что по нему стреляли. Но наш новый анализ рисует более сложную картину о том, как этот штурм был скомпрометирован от начала до конца. Мы подчеркнем неверные разведданные, а также тактические ошибки группы офицеров, которые были сколочены на быструю руку. Их неспособность озвучить свое присутствие, чрезмерное применение силы и тот хаос, который они учинили. А также услышим анализ от опытного командира SWAT, которого вызвали на место происшествия уже после стрельбы. Знаете, у нас такое чувство было той ночью. Произошло что-то очень плохое. Основной фокус расследования полиции 13 марта вовсе не апартаменты Тейлора, но имущество, находящееся в 10 милях. Десяток спецназовцев SWAT арестовывают бывшего парня Тейлор и его подельников, а также изымают наркотики. У всех данных офицеров камера на груди. Операцию они проводят безопасно и без инцидентов. Но то, что данная команда SWAT не знает, что именно в это время, сколоченная на быструю руку команда наркоконтроля, хотят штурмовать квартиру Тейлор в другом конце города. Они подозревают, что ее бывший парень хранит там деньги и наркотики, но информации у них мало. Они не знают о ее новом парне и думают, что она живет одна. Когда 7 офицеров начали рейд в 12 ночи, они увидели, что свет везде погашен, за исключением моргающего телевизора. Свет от телевизора в спальне. Я помню, он горел, к этому подъехали. Они начали догадываться, где она находится. Но меньше чем через 3 минуты они ее застрелят. Внутри помещения Тейлор задремала, пока смотрела фильм со своим парнем. Его зовут Кеннет Уокер. Напротив комната сестры Тейлор, но в данный момент она не дома. Коридор из спальни переходит в гостиную. И вход в апартаменты в этом открытом пространстве. Единственный источник света — это лампа напротив дверей. Именно там, где теперь скопилась полиция. В данной реконструкции мы слышим показания офицеров, которые были ближе всего к двери. Маттингли и Ноблз. Косгроф был на прикрытии. Рядом Хэнкенсен и Хувер. А также мы услышим показания соседей и самого Кеннет Уокера, которого опросили сразу после стрельбы. Но мы все выстрелились в линию. И я подолбил в дверь. Как только Маттингли начинает стучать, из апартаментов сверху выходит мужчина. Он там не живет, но он забирает ребенка после работы. Да, дверь сверху, там живет наша няня. И я приехал забрать дочку. Начинается перепалка с детективом Брэдом Хэнкенсеном. И вся команда нервничает. Я помню, Брэд сразу вытащил пушку и говорил обратно внутрь, обратно внутрь. Он был немного на взводе. Я помню, смотрел на него и говорил, «Слушай, расслабься». Брэд, расслабься давай. Мужчины уходят назад. В таких ситуациях полиция должна представляться. Но Маттингли говорит, что ничего подобного не было. Поначалу мы ничего не говорили. Хотели дать им время подойти к дверей. В этот же момент Тейлор внутри просыпается. Я помню громкий долбеж в дверь. Она отшскочила от испуга. Я тоже до смерти перепугался. Типа, кто там вообще может быть? Мы стучим в дверь, никакого ответа. Снова долбим, никакого ответа. И тогда мы начали представляться. И критичным моментом этой истории является именно это. Но позже разберем, смогла ли полиция озвучить свое присутствие. Не понимая, кто там у двери, Уокер берет свой лицензионный пистолет. Снова ломится в дверь. Она спрашивает, «Да кто там?» Кричит как может громко. А там никто не отвечает. И я думаю, что за фигня. Они быстро одеваются и начинают идти к дверей. Мы даже не успели дойти до середины коридора. Но мы так громко кричим, кто там. И я понимаю, кто бы там ни был за дверью, они-то нас точно слышат. Снаружи один из полицейских услышал Тейлора. Я кого-то слышал внутри. И вроде бы ее. После того, как они постучали, они подождали 45 секунд. И решили, что время они дали ей достаточно. После чего выломили дверь. На последний раз я сказал, «Давай выбивать». Ну и в этот момент мы начали исполнять ордер на обыск. Дальше мы покажем, что полиция, а также Уокера увидели. Но я начал ломать. С третьего удара она улетела. И в этот момент говно попало в вентилятор. Пока мы идем к двери, дверь слетает с петель. Как будто взрыв произошел. Теперь офицеры делают тактическую ошибку. Матинли заходит внутрь дверей. Тем самым ставит себя в то, что называет полиция «тоннель смерти». Позиция, уязвимая для огня, откуда нельзя уйти. Я смотрю в коридор и вижу мужчину и женщину плечом к плечу. Как будто они там вместе были. Апартаменты освещаются только частичным светом из-за спины Матинли. А также слабыми отблесками телевизора. Там вообще никого не было видно. Темно же. Никакого света. Думая, что вломились грабители, Уокер целится вниз и стреляет один раз Матинли в бедро. Я чувствую, что целился вниз. Потому что, ну, я не хочу никого убивать. То, что я спустил только один выстрел. Матинли незамедлительно отвечает огнем. Я выпустил четыре патрона. Затем внезапно начинается пальба. Матинли стреляет еще два раза, пока падает. И прячется за укрытие. Почти в то же время. Коус Гроуд двигается вперед и стреляет. В процессе, наступив на Матинли, он также себя поставил в тоннель смерти. И хотя он стреляет, он вообще не понимает, что происходит. Я видел только ослепляющий белый яркий свет. И темноту в то же время. Я даже не слышал стрельбы. И у меня не было никаких ощущений в руках, или каких-либо даже воспоминаний о том, что я стрелял. Он продолжает стрелять слепую, пока не кончаются патроны. В сумме 16 выстрелов. Если бы вы мне сказали, что я не стрелял, я бы сказал, окей, я вам верю. В ответ на выстрел Уокера, Матинли и Косгру вместе произвели четыре выстрела. Стол, ящики и плиту на кухне. Две пули проходят сквозь потолок в апартаменты наверху, где в этот момент находились мужчина, двухлетняя дочка и их сиделка. Еще три выстрела проходят через гостиную вправо. Они произвели 13 выстрелов в коридор, где Тейлор и Уокер стояли. Тейлор подстрелили шесть раз с обеих сторон тела. Грудь, живот, руку и ногу. А также дважды в ступню. В сумме эти два офицера произвели 22 выстрела. Баллистическая экспертиза ФБР обнаружила, что они оба попали в Тейлор. И одна из 16 от Косгру была летальной. Мы оба упали на землю, но я слышал, как она кричит. Думая, что их атакуют, два офицера сбежали, когда стрельба прекратилась. Там был маленький промежуток без стрельбы, и я понял, что надо валить. И затем все по-новому началось. Мы не знаем точную последовательность событий, но детектив Хэнкинсон бежит к фасаду. Я мог слышать стрельбу, пока шел за угол. И я вижу вспышки. Дульные вспышки. Но единственные, кто стреляют, это полиция. И хотя все шторы закрыты, Хэнкинсон начинает вслепую палить внутрь окна. Да у меня не было другого выбора, кроме как стрелять в ответ. И я стрелял по вспышкам. Он двигается и стреляет еще пять выстрелов в комнату сестры с Тейлор, которой нет дома. Две пули пролетают над Уокером и Тейлор, но не попадают. Пули, которые попали в гостиную, дыряют диван, кухонный стол и разбивают часы. Три из них пробивают стены и попадают в апартаменты соседей. Те пулю также попали в кухонный стол, в стену и разбили двери во двор. В этот момент там были муж с беременной женой. На Хэнкинсона завели дело об угрозе их жизни. В сумме полиция произвела 32 выстрела, продрявив почти каждую комнату в их апартаментах. Они продрявили кастрюли, коробки с кашами и даже попали в душ. Была пробита обувь, даже пылесос пострадал. Пули приземлялись в нестерную одежду. И через три минуты после приезда полиции смертельно раненая Тейлор лежит на земле. Я паниковал и кричал, «Помогите кто-нибудь!» Она истекает кровью. «Никто не помогает!» И я в замешательстве и напуган. Я точно так же себя сейчас чувствую. Спустя месяцы, когда генеральный прокурор представил обвинение Хэнкинсону, он сказал, что действия Маттингли и Коузгрува оправданы. Он предположил, что полиция озвучила свое присутствие. Доказательства показывают, что полиция и постучала, и озвучила свое присутствие. Но на самом деле, доказательства далеко не чисты. Сразу после стрельбы начались звонки в 911. Соседи Тейлор не знают, что полиция производит штурм. «Пожалуйста, сюда нужна полиция!» Тут пальпа вовсю идет. В соседней квартире что-то происходит. И повсюду дырки от пуль. Сквозь стены и сквозь стекло. «У меня здесь пятилетний ребенок. Хочешь кто-то что-то объяснит?» Во всех опросах, которые полиция взяла после, никто из соседей не слышал полицию. В этих апартаментах была открыта дверь на балкон. «Не, я вообще не имел представления, что там менты». Два подростка в этих апартаментах слышали все происходящее через открытые окна, но никаких слов от полиции. Они мне сказали, что никто ничего не говорил. Только стук в дверь. Я спросил, «Вы не поняли, что это они?» И она такая, «Ничего не говорили, просто долбили в дверь». И семья, живущая прямо на Тейлор, также ничего не слышали. Дуо стрельбы, вы что-то слышали? Какие-нибудь разговоры, что-нибудь подобное? «Не». «Не». Во всех свидетельствах, а также интервью с «Таймс», около десятка соседей говорили, что они не слышали о полиции. Оценка генерального прокурора основывается только на показаниях самих полицейских и единственного свидетеля, Эрона Сарпи, мужчина, который приехал за дочкой, увидевший полицию, когда вышел наружу. В самом первом интервью с расследователями Сарпи расспросили, что он услышал, когда вернулся назад. «Хоть раз вы слышали, чтобы хоть кто-нибудь представился как полицейский?» Нет, никто не представлялся. Через несколько месяцев он сказал, что память его подводит, и, возможно, полицейские представились. И, вне зависимости от того, что сказала полиция, на решение присяжных повлияла именно эта невнятная позиция. После рейда сцена снаружи это хаос. Офицеры лечат маттингли. Но скорая помощь, которая должна быть неподалеку, пропала. «Не, блядь, скорая!» «Кто-нибудь дайте мне рацию со сватом!» Они вызывают по рации сват в другом конце города. «И те удивлены звонку?» «Им там нужна броня!» «Выдвигаемся!» «И те едут на адрес!» «Это апартаменты!» «Я не знал, что они сегодня туда едут». «Вроде бы часть расследования». «Приезжает сват. Около 40 полицейских машин на месте происшествия». «Господи!» «Примечательно в это время, когда Туокера арестовывают». «Были ли вы ранены?» «Нет». «Какая жалость!» «Подолжай двигаться!» «Блин, надо двигаться, там могут быть жертвы». «Мне страшно!» «Двигай давай!» «Правильно напуган!» «Двигай, а то я спущу собаку!» «Спиной ко мне!» «Именно Уокер позвонил в 911, и соседи слышали его просьба о помощи». «То что вообще происходит?» «В ту речку едешь, вот что!» «Уже час ночи, почти 20 минут после стрельбы». «Полиция все еще не знает, что Тейлор ранен внутри». «Там же ты кто-то мертвый?» «Да, моя девушка! Это же ее дом!» «Что, будем заходить?» «По любому надо, если там кто-то едет». «Что вообще происходит? Мою подругу убили!» «Мне похуй вообще, двигай!» «Пока Уокера сопровождают». «Сват готовится защищать апартаменты». «Так, там наверху ребенок». «Маленький ребенок». «Давай нескорую сюда». «Проверь пульс». «Только через полчаса с начала обыска врачи проверяют Тейлор». «И позже под охранением двух офицеров». «Скорая берет ситуацию в свои руки». «Они видят медицинскую униформу Тейлор». «Она работала в реанимации городского госпиталя». «Они замечают дырки от пуль». «Эй, кто-нибудь может поговорить с соседями на верху?» «Дырки от пуль на потолке». «Снаружи спецназовцы обсуждают, что они увидели». «Эй, камеру уже можно выключить». «Это именно тот адрес, где они сказали, что мы не нужны». «Командир Свата, которого вызвали к дому Тейлор после рейда, позже был опрошен следователями». «В ту ночь у нас было ощущение, произошло что-то очень плохое». «Дейл Масси, 20-летний ветеран полиции, очень критично отнесся к событиям». «Он сказал, что с ними вообще не координировались». «Никто не знал, что они будут по этому адресу в ту ночь». «Я бы 100% советовал против таких действий». «И что, исполняя еще один ордер в это же время, они поставили под угрозу жизни Тейлора». «Мы очень серьезно о том, что в своей безопасности, да?» «Так что одновременные ордеры — это очень плохо». «Офицеры наркоконтроля дали показания о том, что они не знали о новом бойфренде Тейлор, а также, что там живет ее сестра и иногда останавливается племянница». «Масси сказал, что в департаменте целая история плохих разведданных». «В старые времена мы брали информацию детективов, как истину, но сейчас уже нет. Потому что часто они говорят, там нет детей или собак, а на самом деле есть. Так что процесс разведки теперь очень тщательный. Он сказал, что они стояли в тоннеле смерти, в дверном проеме. Это тактическая ошибка. Если такая практика или распространенное явление, то бы три человека стояли в том, что мы называем тоннель смерти. Ни в коем случае. Мы никогда не ставим себя в такую ситуацию. Он говорит, что есть правильные и неправильные способы обыска. Вы стучитесь, представляетесь, и даете людям необходимое им время, чтобы выйти. Мы не будем ломиться ради куража. Мы относимся... У нас всегда жизнь человека важнее. Кстати, чтобы прояснить, никаких наркотиков не было найдено. Самая жесткая критика командира — это слепая стрельба Хэнкинсона в окно. Вы всегда должны знать, во что вы стреляете, что перед и за целью. Других исполнений быть не может. А это было, ну, просто злодеяние. По законам Кентукки, у Кеннета Уокера было право защищать себя против того, что он воспринимал как агрессора. И с другой стороны, у полиции тоже есть право на самооборону. Но в данном анализе убийство Брена Тейлора истекает из плохого планирования, помноженное на бездарное исполнение. Горок начал реформу полиции, а семья Тейлора получила серьезные выплаты. Но дело не закрыто. Все еще идут судебные дела и расследования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова